Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире программа «Наедине со всеми» и я, ее ведущий Александр Катунцев. Сегодня в гостях у нас экс-заместитель председателя Одесской областной государственной администрации, экс-вице-мэр города Одессы, кандидат технических наук Валерий Матковский. Добрый вечер, Валерий Дмитриевич, рад вас видеть. К сожалению, не часто вы у нас появляетесь, поэтому более ценная эта встреча. Я думаю, сегодня будет много вопросов касательно вашей деятельности в коммунальном хозяйстве города. Но перед началом нашей беседы я хочу напомнить телезрителям, что мы традиционно проводим интерактивное голосование. Сегодня хотелось бы узнать ваше мнение вот по какому вопросу. Какая ложь мэров о забитой ливневке самая нелепая? У нас есть традиционно три варианта ответа. Если вы считаете, что об узких трубах в 10 сантиметров, об этом когда-то говорил Алексей Костусев, звоните по телефону номер 728-01-70. Если же о диверсии на пересыпи, о чем заявлял Геннадий Труханов, звоните по телефону номер 728-01-71. Если же о рекордных осадках, о чем говорят все, звоните по телефону номер 728-01-72. Кроме того, если у вас возникнут вопросы к нашему гостю, звоните по телефону прямого эфира 728-72-07. Итак, Валерий Дмитриевич, к сожалению, вот в последнее время любые осадки в нашем городе ввергают его в хаос. Примеров тому масса, не буду на них подробно и конкретно останавливаться, их можно долго-долго перечислять. Все мы являемся свидетелями этих примеров. Вопрос в другом. Вот в чем причины этого? И самое главное, что с этим можно поделать? Ну быстро что-то уже вот так поменять это невозможно. Ну локальные, безусловно, участки можно сделать, потому что, ну сколько людей, столько мнений. Точно так же и ваши братья и корреспондентов, вот, вы видите те проблемы, ну на которые либо вы сами наталкиваетесь, либо звонят вам люди, вы выезжаете на место. Вот я где-то, наверное, месяц назад видел ваши коллеги, подошли так скрупулезно к вопросу, связанным с тем, что забиты ливневки и вот где некуда уходить. Безусловно, все правильно говорят, но это только одна из проблем, казалось, и одна из самых простых проблем, если так сказать. То есть почистил, в принципе, и проблема закрыта, да? Почистить, да, и, ну, нельзя сказать, что она закрыта, но во всяком случае это дает свой результат. Потому что, безусловно, почистили приемные колодцы от мусора. Казалось бы, вода должна уйти, но она должна через что-то и куда-то уйти. Так вот, что-то и куда-то, это связано с рукавами, вот, но это не те рукава, которые на пиджаке есть, да. Рукава, это трубопроводы, которые отводят эту воду от дождеприемника у коллектора. То есть должны быть промыты рукава, дальше работа коллекторов. Вот. И вот эта системная, ну, ошибка, или, скажем так, то, что вот так систематически на это дело многие годы плевали, особенно последних там лет 5-7, как раз привело к вот этим проблемам, которые мы сталкиваемся. Безусловно, чуть-чуть дождик покапал, и в городе уже пробки. Я ради интереса сегодня еще раз там проехался, утром посмотрел, что творится в городе, и, к сожалению, ничего улучшения я не увидел. Поэтому, если мы раньше говорили о затопленном там районе Пересипи, то сегодня французский бульвар плавает. Таирово, казалось бы, да, относительно новый микрорайон. Вы помните вот эти съемки, где ребята прыгают, ныряют, прыгают, да. Машины затопленные, не просто подтопленные, а только крыши. Вот. Эти ж люди пострадали на очень серьезные, попали, как говорят в Одессе, на очень серьезные деньги. То есть, это система проблем. Да, и таких объектов ведь очень много. Это вы назвали только некоторые. Ну, я так сказал. Поэтому, когда там начали заявлять о том, что нужно 3 миллиарда денег на то, чтобы сделать улицу Балковскую, ну, улицу Приморскую, ну, можно 10 миллиардов, все выдержит, закопать туда. Просто каждый человек имеет право заниматься какой-то проблемой, если он в ней что-то понимает. Пока что я вижу, что этими проблемами пытаются заниматься те люди, которые хотят на этом только хорошо заработать. Вот улица Приморская, ведь я много раз уже говорил об этом. Ребята, откройте шибера, скиньте там воду во время ливневки, во время ливня. Вопросов никаких нет. Там закрыты шибера, их надо открыть и пусть вода уйдет. Скажут, нельзя, экологи запрещают. А куда эта вода, в конце концов, вдеваются. И там стоит насос на их несколько, которые в эту же акваторию порта, в районе военного спуска, там и военной гавани, вернее. Все это дело туда же сбрасывается. Чего мы ждем? Или улица Балковская, многострадальная улица Балковская. Сколько раз уже говорено. Если сами не понимаете, слушайте тех людей, которые хотя бы что-то знают и вам подсказывают. Ведь последний вот тот большущий потоп, который там был, связанный просто с одним, ничего там такого сверхъестественного не произошло. Произошла одна простая вещь. Не включили насосные вовремя. Особенно ту насосную, которая находится возле автосборочного, заглубленная насосная. Это на пересыпи там, получается, да? Да, это возле бывшего завода автосборочного. Там есть, по-моему, 16-я насосная. Может, в номере я ошибаюсь, уже года прошли, сколько? С 2005 года уже 11 лет, как я курировал этот вопрос. Значит, не включили насосную, быстрый подъем воды, затопило подстанцию, которая возле роддома. Естественно, уже нечего было уключать, потому что электроэнергии не было. Вот и все. Вот одно за другим и привело к этому вопросу. Человеческий фактор. А он, видать, из-за непрофессиональности. Есть, Валерий Дмитриевич, простите, что прерываю вас, есть у нас телефонный звонок. Вы знаете, телезрители в приоритете, поэтому дадим им возможность задать вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Я с поселка Котовского. Значит, я хочу такой или вопрос, или реплика, или мое мнение сказать вам, что сколько в нашем городе было мэров, ни один мэр так не заботился о нашем городе, как заботился Гуревиц. При Гуревице мы не плавали вот так вот, как тут плаваем сейчас. Нам нужно обязательно всеми силами вернуть в город Гуревица. Вот тогда у нас будет действительно порядок. Не будут с Дерибасовской нашей деревья стричь, кафе строит, зеленый театр наш не будут воровать. А это воры. Они пришли сюда воровать наши деньги. И мы, одесситы, не имеем даже воздуха. И вы знаете, я уже никому не верю, что кто-то починит предмелки, кроме Гуревица. Вот Гуревиц вернется и будет порядок. Спасибо за ваше мнение. Ну, вопроса действительно не последовало, была реплика и мнение. Я добавлю к этому тогда. Вот как вы считаете, почему в условиях сейчас профицитного бюджета, то есть деньги в принципе есть в городе, согласитесь, после так называемой децентрализации большая часть денег остается в местных бюджетах, и Одесса сейчас вроде бы как не нуждается особо в материальных средствах. Так вот, почему в условиях этого профицитного бюджета проблемы в городском хозяйстве остаются неразрешенными? Казалось бы, основная причина всех бед, да, деньги. Всегда говорят, нет денег, нет возможности починить, отремонтировать, построить. Деньги есть на разрешение этих проблем, а проблемы остаются. С чем это связано? Ну, проблем в городе действительно очень много. Это безусловно. Никто об этом не будет утверждать. Иное, как говорят, или обратное. Потому что, ну, старый жилой фонд, им много лет вообще никто туда не выделяет денег. Сегодня все власть имущие занимаются только одним. Спихнуть этот жилой фонд на людей, вот, ободрать то, что еще не, что осталось у людей, не постесняюсь еще раз сказать, потому что нельзя просто так поступать. То, что мы там видим, это же просто дикие цифры, и народ уже действительно на грани. Всем раз газ, сейчас говорят, что еще подорожает, ну, и фактически дорожает электроэнергия. Три с половиной раза сейчас доведут ее до пяти раз, это только вот такие. И все, за этим идет вода, отопление, а отопление 31 гривня, один квадратный метр и тому прочее. Вот, и бюджеты власти на всех уровнях, региональные власти, значит, Кабмин на сегодняшний день. Я работал всю жизнь в системе, я прекрасно знаю, что происходит и что за этим делом следует. И сегодня действительно даже бюджет города Одессы по сравнению с прошлым годом, он увеличен практически на 60%. Да, колоссальные деньги, да. Все, что говорили и что принесло толк региональным властям, это, безусловно, вот эта децентрализация. Очень много о ней говорили, о том, что нужно, 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 и в конце концов, вот, сегодня деньги действительно есть. Каждый мэр заполнится чем-то. Вот, 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 вот с тем, что он там ходил с этим кувалдой и пытался самостроить там. А что это дало? Ровным счетом через три дня опять то же самое там стояло. Нынешний мэр заполнится, безусловно, базарами построенными и так далее. Хотя вот должен вам отметить и четко сказать, что вот люди, которые вот там едут, да, вот сделана там дорога, да, сделали там шестую фонтан, да, сделали этот сквер, и этот сквер, и этот сквер. Вот, то есть нынешняя власть вкладывает деньги в то, что приносит, естественно, им соответствующую прибыль. Вот, поэтому, безусловно, мы хотели бы видеть, и это необходимо сделать, и если по совести, то это нужно сделать. И вот эти разговоры о том, что сегодня тарифы утверждает Киев, а органы местной власти к этому не имеют никакого отношения, это просто чушь. Чушь заключается в том, что действительно Киев почему-то на себя это взял. Почему? Тоже понятно. Потому что каждый, который едет туда согласовывать эти тарифы, а это, как правило, уже практически все частные компании, за исключением, например, нашего теплопостаточения Миста Одессы, который там уже имеет под миллиард долгов, под миллиард, я не ошибся, вот, да, вот, то это понятно, но закон же четко и ясно говорит, что орган местной власти может установить тарифы ниже экономически обоснованных и платить с бюджета, что многие и многие годы делалось всеми мэрами, и тем же Боделаном, и тем же Гурвицем, и тем же Костусевым, кстати, мы тогда тоже настаивали, когда бюджет доплачивал коммунальным предприятиям. Нет, не то, что было обсчитано складовая, кто скажет, да, то есть экономически обоснованно. Горисполком принимал решение, устанавливал тариф ниже и платил с бюджета города. Таким образом, снижая, вот, нагрузку на людей. Сегодня же все скинули на людей, я уверен, и мы уже это прекрасно видим на сегодняшний день, о том, что это загоняет, в конце концов, не только людей, а и загоняет, в конце концов, и систему жилищно-коммунального хозяйства, а самое главное, жилые дома в очень серьезные проблемы. Валерий Дмитриевич, еще телефонный звонок есть, послушаем давайте одесситов. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, мы вас слушаем, здравствуйте. Значит, мне хочется сказать, сколько лет я уже слышу Валерия Матковского, какие он дает дельные советы, как, если бы с ним посчитались, если бы ему прислушались, мы бы уже жили давно в нормальных условиях. Но эти бараны, которые называют себя, эти, как они там, доверяют делам партия, это же какой-то ужас, это же вредители. Ну почему у нашей одесситы не могут выдвинуть такого человека, как Валерий Матковский? Да, спасибо за вопрос. Валерий Дмитриевич, почему не прислушиваются вам, ну не буду повторять слово, которым телезрительница наша назвала, представителей власти? Вы знаете, я буквально сегодня ночью могу посмотреть себе там новости, безусловно, интересуюсь то, что происходит в стране и происходит в мире. И вот натолкнулся на такую вот информацию, это центральное средство массовой информации, интернет, о том, что, например, по городу Одессе НАБУ возбудило уголовное дело о незаконном использовании растраты, я кто скажу, да? Порядка 800 миллионов гривен. Да. Ну, моему, думаю, с уверенностью могу сказать, что ничего из этого не получится, мы еще ни одного такого скандала, о которой люди говорят, что это действительно так было, не было доведено до конца, хотя всем хочется. Поэтому у нас в Одессе, вы знаете, можно поднять то, что я, и, кстати, говорил и в этой студии, когда пришел новый губернатор, который уже ушел, да, его уже проводили, я тогда сказал, что для меня лично, это как пощечина. Пощечина в том, что вот богатейшая область, да, она присылает губернатора, который не знает ни проблем этого региона, ни людей в этом регионе. И, безусловно, сегодня можно сказать, что система управления областью развалена в корень, как говорят. И эта проблема действительно есть. Я тогда сказал, что это пощечина раз. Второе, я говорю, давайте все-таки дадим человеку возможность, не будем критиковать, дадим возможность посмотреть, посмотрим, вернее, за теми шагами, которые он будет делать, и как это будет реализовано, все его намерения. Вот это не произошло. Вот не произошло. Поэтому и в городе, к сожалению, на сегодняшний день подбор кадровый, кстати, я был вчера, так знаете, тоже приятно удивлен, что наконец-то премьер-министр сказал о том, что у нас серьезнейшая проблема кадровая. Вот. И действительно, тех специалистов, которые можно призвать на работу, их очень мало, и поэтому нужно к этому вопросу подходить довольно щепетильно. хватит там приводить кумовей, друзей и товарищей. Я не о себе совершенно говорю. Я говорю о том, что у нас в городе действительно есть люди-фанаты. Вот в хорошем смысле. У меня на всю жизнь останется в памяти один человек, перед которым я снимаю шляпу и преклоняюсь. Ну, не один, я их назову там несколько человек, но, к сожалению, уже два человека ушли из жизни. Это Боровский Николай Дмитриевич. Я помню. Который сделал… Он у нас и в студии был. Любитель города, любитель таких больших проектов, которые брал на себя и тянул ни за что, так сказать, ничего за это не получая, просто депутат. Вот. И я более чем уверен, что те зрители, которые нас слышат и которые с ним сталкиваются, там, 99% скажут, что это человек, который действительно оставил время. Я подтверждаю это. Есть какой-то человек, может, пусть надо мной кто-то там начнет улыбаться, смеяться, но большинство из них, кто сталкивался, скажут, вот я там, к сожалению, уже в живых нету. Бреус Владимир Петрович, это был начальником горканализации к нашей теме, о которой мы с вами говорили, который знал всё. Который мне, я на совещаниях задавал там вопросы, потом начинал что-то там комментировать. и был у меня такой один эпизод в жизни, когда закончилось совещание, вот, выхожу, а он приёмный крутится. Я говорю, Петрович, я говорю, вот что-то, да я вот к вам что-то переминается. Я говорю, ну, захотите, возвращаемся в кабинет. И он так, я говорю, Петрович, ну, а вы не будете там ругаться? Я говорю, Петрович, а что случилось? Ну, и он мне как раз вопрос по пересипи, начинает, вот тут вы неправильно сказали, это не так. то есть человек, который знал всё про канализацию, да, есть наш учитель. И я не стесняюсь всё время об этом говорить, потому что действительно это наш учитель, который вот всех наших жилищников, коммунальщиков объединял и держал, так сказать, всегда руку на пульсу, что где происходило, это Михаил Иванович Козырев. Это я назвал из такой плеяды тех лет, на которых стоит обращать внимание и мы действительно в них учились. И сегодня очень много ребят, которые хотят это действительно сделать. Я не буду называть сейчас фамилию, потому что уже пообещали мне с кое-руководством отработать этот вопрос, ну, на уровне, конечно, безусловно, не мэра и не зама, а других ребят, которые приходят с очень деловыми предложениями по тому, чтобы всё-таки вот ту нагрузку сегодня тарифную на людей понизить, приходят с отдельными предложениями. Им надо только одно помочь. вот, и когда я столкнулся с тем, что, ну, хоть позвоните, пусть нас там примут, пусть мы там проговорим и так далее, и так далее. То есть, у нас есть люди, с которыми сегодня, как говорят, стоит идти и решать эти проблемы. вот. Их можно, я так понимаю, решить. Потому что надо понимать одну простую вещь. Ну, вы знаете, все мы в этом мире не навсегда. И всё собой не унесёшь. То, что там заработано честно или награблено за счёт других. Вот. И все мы уйдём. И безусловно, как говорят, оставим и ту или иную память за собой. Я не буду повторяться, кто за что уже там люди говорят и смеются и говорят об этом. Но, вы знаете, если уж так, я не сторонником Эдуард Тёщи Гурюца был ранее. Вот. Чётко. Потому что в 2005 году я, он ушёл, я пришёл, вернее, я ушёл. И, как моя жена говорит, жалко, что, говорит, Гурюц поздно пришёл. Если бы он раньше пришёл, ты бы ушёл, то, наверное, тот семейный задел, когда я пошёл заниматься специализированной техникой, вот эти годы с 2005 по 2010 год, действительно, для меня были приятны. Я приятный в том плане, что я хорошо зарабатывал и хотя бы мир немножко увидел. И остались память о том, что я сделал не только в городе Одессе и в другом государстве. Такое действительно было. Так вот, я говорю о том, что Гурюц оставил дорогу на посёлок Котовского. Потом мне пришлось довольно много с ним общаться. послевыборные кампании, предвыборные кампании. И вы знаете, у меня вот даже такая мысль мелькнула, что у Гурюца засело то, что он захотел оставить что-то на года, чтобы люди как говорят, видели перед глазами это, каждый раз поворачивая голову, видели что-то оставшееся действительно на многие годы. Потому что можно построить там какой-то базарчик, можно там сделать реконструкцию какого-то парка. Нужно ли это делать? Руками и ногами не за. Да, необходимо делать. Если мы хотим, чтобы у нас шли деньги в город, приходили в городе, мы должны сделать город удобный, красивый, спокойный, чтобы сюда приезжали туристы, чтобы они это дело видели. Но опять же, если мы вкладываем такие деньги, то это должно быть вложено таким образом, чтобы хотя бы десяток лет к этому вопросу не возвращаться. Проекты должны быть более масштабными. И я вот привожу всегда один и тот же пример. Ну вот положили мы там плитку на развороте 17-18-го. Чуть больше года пришло. Вот проезжая канатная, да, с правой стороны, посмотрите, в каком же это состояние. Вот такие эти бордюры, плитка уже там повылетала и так далее, и так далее. Почему? За это же заплаченные деньги. И немалые. Валерий Дмитриевич, есть телефонный звонок. Давайте послушаем телезрителей. Добрый вечер. Алло. Алло, добрый вечер, судья. Здравствуйте, здравствуйте. Вас беспокоит Затонского, 4. У меня просьба к гостю студию. Мы, жильцы, дома 4, первой парадной, и дома в целом выношаем большую благодарность за вашу работу, а именно гостю студию. вы нам помогли установить лифты, которые работают безупречно уже много лет. Большое вам спасибо за это. Но к вам просьба следующая. К сожалению, у первой парадной у нас воды и после дождя, и после снега пощиколотки. Мы обращались к Матвееву неоднократно, обращались к нашему председателю районной администрации. Одни обещания. Будьте добры, вы человек слова. Помогите нам, чтобы мы ходили не вдоль дома, обходя эту большую лужу пощиколотки, а как нормальные люди ходили. Возьмите, пожалуйста, на заметку Затонского 4, первая парадная. Вы человек слова. Спасибо. Спасибо большое. Но я не работаю сейчас ни в городской, ни в областной власти. Ну, я, вы знаете, вспоминаю, вот я немножко отвлекусь. Я вспоминаю вот те советские времена. У меня по определенным вещам есть определенная ностальгия. Кто мне там ничего не говорил. Почему? Потому что я помню еще с тех времен, когда была партия, да, и если вот что-то подобное вот такое там звучало или где-то там критика, то это очень об многом говорило. Бежали там все вперед делать. Сегодня, к сожалению, на это вообще никто не обращает внимания. Сегодня многие вопросы, к сожалению, решаются по принципу. Знаете, собака лает, а караван идет своим путем. Вот. И, к сожалению, это очень большая проблема. Поэтому я запомнил то, что сказали. я не знаю пока каким образом в этом вопросе помочь, но все-таки, как говорят, город не без добрых людей. Вот. Подумаем, что над этим вопросом можно сделать и как людям действительно помочь. Но я возвращаюсь вот к тому, о чем мы с вами начали говорить, о бюджете. О бюджете можно много говорить. Можно там всякие цифры называть. И так далее, и так далее. А я всегда говорю об одном. Как самое рационально использовать бюджет не для себя любимых депутатов. Вот называют фамилию Матвеева. Наверное, депутат должен был бы вскочить и уже бежать опять же туда по одной простой причине, что тебе там избираться. Если бы его интересовали голоса людей, да наверняка он там бы сделал. А, к сожалению, последние несколько выборов, в которых я и я там участвовал, показывают сегодня за другое. И это, к сожалению, сегодня самая большая проблема, что власть живет одними проблемами, а люди, которые выбирают эту власть, живут своими совершенно проблемами. Да, к сожалению, эти параллельные миры не пересекаются. Никаким образом. Поэтому все-таки системно надо, мы, избиратели, должны выстраивать свою жизнь таким образом и вести себя таким образом, чтобы к нам обращались не только тогда, когда вот уже выборы, а все время помнили об этом. Но, к сожалению, мы видим сегодня совершенно обратную вещь. Но это не значит, что нужно опускать руки и говорить, что, к сожалению, мы не можем влиять на эту ситуацию. Можем, должны влиять, иначе нам жить хуже и хуже. Поэтому, когда стоит вопрос об использовании бюджета, и когда говорят, что вот мы ничего не можем делать, это неправда. Вот вы совершенно правильно заметили о том, что сегодня в городе деньги есть и большие деньги на сегодняшний день в городе есть. Вот. А теперь нужно говорить, почему сегодня один квадратный метр асфальта стоит столько денег. Это к рациональности использования этих денег. Да. А почему вот эти деньги, которые сегодня идут, я еще раз говорю, парк нужно делать, безусловно, нужно делать. Но, наверное, в этом парке гуляют те люди, которые и не всегда на сегодняшний день уже доедают. Так, может быть, действительно на сегодняшний день сначала отрегулировать вопросы социальной защиты, социальной помощи. Это не потому, что так власть должна быть. Это потому, что власть довела эту страну и этих людей до того, что они нуждаются в этой социальной помощи. Мы единственные государства, есть и другие государства, постсоветские, как называют, которые больше всего денег тратят на сегодняшний день на социальную защиту. Я в 2005 году был в Финляндии. Есть наш город по-братим там Оулу. И меня, безусловно, как в то время зам городского головы интересовали вопросы как снег убирается, а я там был тогда в марте месяце. Кто его там чистит, как там работает общественный транспорт и так далее. Ну вот такие всякие вопросы. То есть коммунальное хозяйство. Вот. И безусловно начал же откуда финансируется, как финансируется, что делает. И мне дали бюджет. 100 тысяч населения. Город Оулу. 100 тысяч, чуть больше, там 104 тысячи там с копейками было. Кстати, этот город Оулу, это как раз где рождалась наша мобильная связь. Завод Nokia, это как раз вот город Оулу. И видать, первые телефоны у нас оттуда как раз появились. Может быть. Кстати, там пожарные этого города очень хорошо помнят пожарных города Одессы. Оказывается, в те еще советские времена там была дружба, они ездили друг к другу, там обменивались опытом и так далее, и так далее. Так вы знаете, что я в бюджете увидел? Я когда посмотрел вопросы, как формируется бюджет, по статейной, да, вот там по порядку идет сколько там денег. Первое, что идет бюджет, государственные бюджеты, дальше идут бюджеты местные, это я говорю о государственном бюджете. Первое, на первом месте здравоохранение, на втором обучение, то есть тратит государство на обучение своих граждан. Так вот, вопросы социальной защиты, я могу ошибиться там чуть-чуть, но это был где-то там пятый или седьмой статья с самого низа. То есть система государственная выстроена таким образом, чтобы люди не нуждались в социальной защите. Не было этих людей. Это при всем том, что там свыше 95% жилье, нанимаемое всю свою жизнь. То есть люди живут в съемном жилье. Там были такие парадоксы, например, которые я, ну, так, был приятно удивлен. Ну, то, что в каждой квартире в обязательном порядке не только санузел, а и сауна, ну, как норма, да. Но вопрос в том, если жилой дом, административное строение выше двух этажей, выше двух этажей, в обязательном порядке лифт. Вот так вот заботятся о людях. К нашим парадоксам, Валерий Дмитриевич, дело в том, что, ну, вот вы говорили, да, каждый о себе оставит какую-то память, и мэры, и руководители, и так далее. К теме о благоустройстве города. Вот у нас сейчас вроде бы занимаются благоустройством везде, везде, где только можно. И вот 7 ноября на газоне Приморского бульвара возле Воронцовского дворца, казалось бы, в самом, что ни на есть центре нашего города, был установлен общественный туалет. Как место его расположения, так и его внешний вид вызвали, ну, много отрицательных эмоций у многих одесситов. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на этот объект, он у нас есть в сюжете, а затем коротко прокомментировали, вот насколько такие решения городской власти разумны вообще. Давайте посмотрим сюжет. Нет, конечно, одесситы давно подозревали, что городским властям глубоко нас нагадить, если так помягче сказать, на всю Одессу в целом и архитектурные памятники в частности. Но чтобы до такой степени и в прямом смысле слова, прямо у памятника культурного наследия, известного одесситам, да что там одесситам всему миру, как Воронцовский дворец, появился один предмет, имеющий к архитектуре, памятникам и тем более наследию, весьма отдаленные отношения. Прямо у дворца работники мэрии установили туалет, типа сортир, чтобы, значит, горожане и гости города могли сходить по нужде, одновременно, значит, наслаждаясь великолепием архитектурного шедевра. Возможно, конечно, это просто забота о мочевом пузыре туристов, ведь когда тебя переполняют, ну, скажем так, культурные эмоции, можно от восторга и не сдержаться. С другой стороны, можно не отходя от кассы, то есть от дворца и денежку заработать. А что, позади Воронцовский и Колоннада, впереди Приморский бульвар и Дюк, глядишь, и не зарастет народная тропа в направлении платного клозета. А то, что запах от него может идти соответствующий, так что ж, главное деньги, а они не пахнут. Я считаю, что вот этот туалет, он никаким образом не мешает, а в рамках благоустройства весь цивилизованный мир пришел к тому, что стоят туалеты на территории города, чтобы люди цивилизованно могли, извините, да. В общем, все было хорошо, если бы не одесские общественники. Эти люди в очередной раз доказали, что им больше всех надо, чтобы Одесса оставалась Одесса. И провели акцию протеста возле новоявленного сортира с требованием срочного демонтажа ненужного в этом месте нужника. Нам действительно надо организовать, нормально цивилизованно красиво отхожие места. Но есть понимание археологических памятников, есть понимание памятников архитектуры и ставить вот это непотребство блестящее, новое, кто-то говорил, что это красиво. Это некрасиво, это обныкновенно. А вот это Бофо, а вот это Потоцкие, да, дальше Столыпины, Зонтаги, Васалы, Нарышкины, а вот это говно. И оно про говно, это говно. Я называю вещи своими именами. Одесский историк Андрей Красножон предложил место туалета на этом месте установить памятный знак в честь того, что две с половиной тысячи лет назад именно тут высадились первые греческие колонисты, основавшие здесь один из ранних городов северно-западного Причерноморья. В 2004 году была проведена экспедиция. Профессор Добролюбский произвел раскопки и культурные слои были изучены экспедиция университета Южноукраинского. Здесь слои шестого века до нашей эры греческой колонии Гавани Стрян. Отсюда одно из старейших в северо-западном Черноморье. Наряду с такими, как Тира, Никони, та же Ольвия. Несравнимо по масштабам с ними, однако, это один из ранних центров колонизации северо-западного по Черноморью. То есть, получается, что наша власть умудряется нагадить не только на культуру Одессы, но и на ее историю. Сразу после акции общественника власти все-таки решили перенести клозет подальше от Воронцовского дворца. Как заявили в мэрии, его переставят за Тещин мост. И вот здесь, конечно, не знаешь, смеяться или плакать от исторического и культурного невежества чиновников. Потому как памятником является и Тещин мост, и расположенный за ним мост влюбленных вместе с находящимся здесь старинным колодцем, тоже, кстати, памятником. Не говоря уже о Шахском дворце, который тоже пока еще памятник. Если вспомнить, что Одессу собираются облагородить нужниками в количестве 25 штук, становится страшно за будущее Одессы в культурно-историческом смысле. С другой стороны, если думать о нуждах не головой, а о тем, что ниже поясницы, как раз нужники и получается. Каждому свое, или каждый делает на уровне того, что он из себя представляет. Как вам такое решение? Насколько оно целесообразно? Вы знаете, я вот буквально недавно я опять же, кто любит Одессу, а кто любит себя в Одессе, еду в городе, смотрю этот самый на углу какое-то строительство идет, причем прекрасно помню, что там была подстанция. Думаю, куда ее дели? Точнее, это объект, который там несколько сотен, да, это самое. Такая красивая, классная будочка стоит. Вот, остановился, ну, энергетики узнали, я же там их курировал. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я говорю, вы что делаете? Они говорят, подстанцию делаем. Вы знаете, я был, вот я хочу, вот сейчас сказать, знаю, как не все хорошо относятся к обл.н.р. в связи с этими отключениями, это уже другой вопрос, и его, кстати, можно было бы решить. Не Верчуку, он не одессит, Александр Николаевич, я не поленился, набрал его. а он говорит, Владимир Владимирович, вот мы приняли такое решение, вот в центре города, там, где вот эти будки, на которых было написано все, что хотите, и куда объяснять, пойду, пойти, если там почитать, и все, поставили красивейшие, в стиле городском, старой Одессы, вот эти будки, вот, где стоит оборудование, все вопросы. Вот это отношение, действительно, людей, которые вот позаботились об этом. Да, это стоит немалых денег, безусловно, ну, я уверен, что это действительно так, но люди сделали. Я, 6 августа этого года, супругой были в Санкт-Петербурге. Нам 35 лет, как мы женаты с супругой, и мы на 3 дня, это самое, полетели в Минск, с Минска на Санкт-Петербург, были 3 дня, посмотреть, вот, давно мы там были, вот, еще по молодости, когда там были, посмотреть, позаглядывать, вот, немножко белых ночей там захватить, вот, и вы знаете, я был поражен тому, как там, действительно, вот, в центре города, относится, я там на особых, на окраинах, безусловно, не был, ну, 3 дня прилет, походили, ну, здесь мы не об окраинах говорили, центр города, Невский, и так далее, и так далее, знаете, первое, что меня поразило, я ни одного мафа не увидел, вся мафия здесь, в Одессе, я видел там только павильоны, небольшие, которые занимаются распространением, всевозможных экскурсий, все, а когда я увидел, моя мечта, как говорят, в Одессе, несуществимо было, вот, но я увидел, как делается капитальный ремонт зданий в Санкт-Петербурге, то, безусловно, извините, за грубое слово, бабла туда укладывают, в этот Санкт-Петербург, немерено, но настолько делает все продуманно, старое здание, трехэтажное, табличечка, вот, что оно, кем было построено и так далее, полностью сохраненный фасад здания, полностью сохраненный, идет его реставрация, а за ту стену захожу, за это, ну, решил посмотреть, что там это самое, пока там работяги ходили, и я туда, Лёля, супруга говорит, и я говорю, да, мне интересно посмотреть, что там, профессиональные, захожу, да, там ничего нету, вот только фасадная стена, залиты этот самый, новые фундаменты, эта стена раскреплена, вот, и заводят уже перекрытие, то есть, сохраняют то, что есть лицо города, вот, ну, и, безусловно, там тоже своих нюансов, очень много, которых я мог рассказать, как положительные, так и отрицательные, но вопрос в том, как стараются люди это дело сохранить, я был приятно удивлен, что город чистый, вот, я видел, мы пошли ночью посмотреть, как разводятся мосты, вот, и я по центру города иду, и ночью, ну, десятка, четыре, пять машин, большегрузных, стоят в очередь, меня даже заинтересовало, смотрю, асфальт накрытый, кстати, все эти самые затянутые машины, но парит все-таки, потому что, ну, дождик был, это машины, там это самое, ну, запах асфальта слышно, мы так прошлись, в конец улицы, ночью ложат асфальт, то есть не днем, ночью ложат асфальт, вот, это самое, днем, никто там не работает в центре города, вот, и работают катки, то есть я, о чем мы ложат, то, что у нас там ложат асфальт, и укатывает этими 5-тонными катками, это, вот поэтому так асфальт этот стоит, то есть это уже прошлый век, вот, это не прошлый век, это неправильная технология укладки асфальта, то есть есть улицы, которые относятся там, первой, второй категории, это количество нагрузки, вот, и как там этот асфальт должен укатываться, вот там, где его укатали, вот там он и стоит, вот, а если его там лепахов наложили, да, или недостаточно укатали, вот, вот поэтому он и проседает, поэтому, ну, не надо далеко ходить, прошлый год, делалась там реконструкция, ну, не реконструкция, делался там капитальный ремонт, 10 апреля площади, святое место, да, но вот посмотрите, на кругу, поворот наверх на Черняховского, какая там уже гармошка, да, да, а год прошел всего-то, ребята, поэтому денег, конечно, на такие вещи не будет хватать, поэтому вопрос облика города, вот, это действительно зависит на сегодняшний день от городских властей, и рассказывать, что там виноват Киван в этих грехах, я не имею, я возмущен был, и останусь возмущенный, например, по площади Льва Толстого, да, по застройке, ну извините, не он же его там, вернее, он построил, но построил он, потому что городские власти это разрешили, то есть, кто отвел землю, кто дал разрешение на средство, только городской совет, исполнительные органы, дальше, кто рассмотрел этот вопрос на городсовете, разрешение давал, городцы же люди, вы понимаете, а потом мы говорим, что кто-то чего-то, вот, поэтому вопросы здесь, и я еще раз говорю, уверен, если посадить наших строителей, у нас, слава богу, строительные компании сохранились, посадить строителей, за стол переговоров, и сказать, ребята, вот есть это, это вам интересно по деньгам, потому что вы зарабатываете, а есть вот наш старый город Одесса, и на месте вот этих развалин, строить точно такие, трех, четырех, или двухэтажное строение, сохранив, так сказать, вот ту атмосферу, которая там сложилась, и типаж, и внешний вид этих зданий, что они на это дело не пойдут, да пойдут, безусловно, поэтому у нас бы и не появлялись, такая Европа на Дерибасовской, у нас бы тогда не появлялись, там возле Оперного, тоже то здание, которое там было бы построено, у нас бы не появлялись, вот эти 20-22 этажные, 18-16 этажные здания, в старой исторической застройке. Но это же надо думать другими категориями, Валерий Дмитриевич, это немножко надо другой подход руководства. Но это же мы, вот вы понимаете, ведь те здания, которые уже построены, их же завтра никто не снесет, никто, мы будем десятилетиями, не мы уже, нас уже не будет, а будут наши внуки, правнуки, говорит, ну какой идиот, вот разрешил вот это дело построить, вот здесь в центре города, да, но почему это так? А потом мы говорим, что мы люди там, волевые украинцы, что мы любим свое государство, да может мы себя любим в этом государстве, выжимая с этого государства, или с этого города, все, что только можно выжить. Что ж, спасибо большое, Валерий Дмитриевич, к сожалению, время нашей программы подходит к концу, остается много вопросов, как обычно у нас за кадром, поэтому я надеюсь на скорую встречу. Спасибо. Спасибо, всего вам доброго. Что ж, уважаемые телезрители, наша программа подходит к концу, мне остается подвести итоги интерактивного голосования, напомню, что сегодня мы спрашивали у вас, как вы считаете, какая ложь мэров, а забитые ливневки, самая нелепая? И 38% наших телезрителей считает, что об узких трубах в 10 сантиметров, о чем говорил Костусев в свое время. 44% телезрителей считают, что о диверсии на пересыпи, о чем заявлял Труханов, и 18% телезрителей о рекордных осадках, о чем, собственно говоря, говорили все. Спасибо вам огромное за активное участие в ходе программы, за ваши телефонные звонки, пожелания, вопросы, и, конечно же, голосование по нашему интерактиву. Наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.